друзья всем привет серферы бездельники девианты продолжаем наши беседы сегодня эти беседы эта беседа будет особенно приятно экономическим девиантом потому что многие меня спрашивали когда я сделаю беседу с олега мустенко вот куда он пропал и вот наконец его удалось в тайном логове значит обнаружите и мы с ним решили записать эфир привет привет и начнем эту беседу с торговой войны между украиной белоруссию потому что она как раз очень хорошо отражает общую логику таких мировых процессов которые характеризуются тем что все больше и больше стран погружаются вот в эти торговые войны протекционизм все жестче защищают свои собственные рынки и естественно вот эта ситуация которая возникла в связи с задержанием протасевича она отражилась и на отношениях украины с белоруссию потому что украина фактически находится в ситуации когда она не может не принять участие вот в этой торговой войне потому что иначе она потеряет лицо там перед своими европейскими союзниками вот на твой взгляд какие риски какие скажем так выгоды несет эта ситуация для украины и как она может ее использовать используя для себя но я бы сказал что то что казалось совершенно странным раньше когда вроде как было незыблемые соглашения о генеральных тарифах соглашения внутри в то все это казалось но вот кто действительно что-то может делать какие-то подвижки то это скорее всего какие-то крупные игроки и мы видели на поверхности война соединенные штаты америки китай торговое превосходство кто кому куда продает какие есть ограничители видели какие-то такие сложности торговые но скажем еще лет 10 назад внутри европейского союза наверно ты помнишь когда вдруг немцы пытались продать часть своей автомобильной продукции во франции а франция сказала что не соответствует тем требованиям которые у них есть но вроде как на этом затихло но и вот длительный период времени мы думали что эта игра только каких-то очень очень крупных игроков все остальное незыблемо и достаточно вспомнить вот эту заявку которую посылала свое время украина в женеву в это у когда говорила что нам надо пересмотреть часть нашего соглашения и количество позиций которые пересматривали было какое-то по тем временам просто огромное но прошло время и все что казалось раньше ну вроде как совершенно каким-то странным и непонятным сейчас это абсолютно нормальная логика это вписывается в общий ход таких вот если хочешь геоэкономических преобразований и последние события в беларуси они обнажили еще дополнительно вот тот вопрос который есть в наших торговых взаимоотношениях с беларусью с одной стороны все было более менее понятно после 2013 года мы видели падение например импортных потоков к нам на территорию со стороны россии но мы также видели что часть идет замещается эти потоки идут транзитом фактически через беларусь частично они шли через казахстан но в основном они шли через беларусь и вот почему был такой вот всплеск начиная с 14 года торгового присутствия у нас на территории украины со стороны беларуси и я допускаю что часть той продукции которую мы продаем в беларусь в принципе и конечным потребителем ее не является беларусь а возможно она идет дальше внутри их собственного союза торгового союза вот но вот эти последние события которые произошли они показывают что в общем то не все так понятно и не все так прозрачно и надо в общем то двигаться больше прозрачности надо предпринимать какие-то действия экономические в том числе и тут вопрос экономического анализа что мы принимаем и каким образом это может ударить по самой беларуси и каким образом это может ударить по нам но также правда что надо понимать а какая для всего этого конечная цель вот любых подобного рода действий просто продвижение демократии в беларуси или вопросы связаны с тем что мы идем вот в общем таком вот мейнстриме если хочешь в логике беларуси весь остальной мир потому что вроде как беларусь противопоставляет всему остальному миру тоже правда что по факту что мы действительно хотим получить в результате в беларуси мы четко должны понимать что экономические меры они же будут и и и санкции и меры которые можно предпринимать они будут иметь различные экономические эффекты и политические в том числе эффекты они будут иметь различные в краткой и средне и долгосрочной перспективе что я точно имею ввиду например если ты бьешь сильно по экономике страны где недостаточно развитые институты демократии где фактически ты имеешь дело с концентрацией власти вот так вот в одних руках вокруг одного недемократического лидера страны как правило в краткосрочной перспективы подобного рода экономические меры могут бить на рост наоборот поддержки того негативного лидера который в этот момент находится у власти в средней долгосрочной перспективе это может ослаблять экономику страны и это будет влиять тогда уже на устойчивость самого этого руководителя лидера страны в данном случае на текущего президента страны и поэтому мы должны отчетко осознавать не только мы а в общем-то весь цивилизованный мир должен осознавать что если вводятся такие жесткие какие-то экономические ограничители это может привести к обратному эффекту но в политическом раскладе плюс тоже надо включать в анализ и поведенческую линию самого населения беларуси нет никаких сомнений в том что они хотели бы демократии нет никаких сомнений в том что хотели бы нормального развития каких-то таких вот общих человеческих цивилизационных ценностей но вместе с тем у них тоже есть холодильник и согласны ли они жертвовать заполненностью своего холодильника вот например меняя там колбасу сгущенку и не знаю что продукты питания в общем на скажем на возможность высказываться свободно на возможность влиять на ход развития страны это вот открытый вопрос который тоже надо отдавать отчет в данном случае когда ты ставишь вот подобного рода или пытаешься решить подобного рода систему уравнений но что касается наших взаимоотношений насколько мы готовы например ударить по той части наших экспортеров которые реализуют часть своей продукции беларуси я думаю что по большому счету говоря опять таки есть обводные каналы и достаточно активно судя по событиям 14 15 годов их реализовывали в отношении нас но точно также скорее я бы предположил что часть украинских предпринимателей будут реализовывать в отношении беларуси то есть будет идти фактически тот же экспорт но будет идти какими-то обходными путями единственный тут вопрос который должен возникнуть это то что беларусь это беларусь это не украина и беларуси ты не можешь вести нормальный бизнес и не можешь вести нормальную торговлю тем более международную торговлю если у тебя нет молчаливого или реально фактического одобрения со стороны власти и если ты не получишь подобного рода одобрения соглашения то могут действительно пострадать наши экспортеры с другой стороны что касается импорта например то что сейчас вот так вот более чем активно обсуждается бензин бензин если вдруг если вдруг прекращаются поставки с территории беларуси бензина но в данном случае я кстати сказать не особенно был бы обеспокоен в среднесрочной а тем более в долгосрочной перспективе потому что фактически это свободный рынок и этот свободный рынок может быть легко замещен с других направлений ну скажем например следствие к слову сказать в данном случае очевидно вот при каждом подобном раскладе сразу же есть выгодополучатели того или иного решения ты блокируешь поставку одного кто-то но ты все равно продолжаешь потреблять например как с бензином скорее всего ты будешь покупать бензин который произведен в польше в литве но ты будешь его покупать это значит что получает преимущество производители как раз вот в тех других странах то что пугает например дефицитом я не склонен в это верить если он будет то он может быть просто более чем краткосрочным скажем там который совершенно легко да да как максимум то есть он быстро перекроется и это как раз вопрос будет разрешен вы получают ли выгоду наши машиностроители да кстати сказать ведь если посмотреть на структуру импорта который к нам идет с территории беларусь и ты легко можешь увидеть что у нас достаточно активно мы кроме бензина покупаем машиностроительную продукцию прежде всего сельскохозяйственного машиностроения но у нас там самих и есть сэха машиностроительные предприятия которые с одной стороны нуждаются в поддержке они кстати сказать неплохо развивались на протяжении последних там скажем нескольких лет и с одной стороны это было уже объективно потому что фермеры не имели тех сумм которые позволяли бы покупать им продукцию западную но у них была потребность а которая не удовлетворялась внутренним рынком и вот они покупали машиностроительную продукцию например беларуси вот такое вроде как то к чему они привыкли не сверх запрограммированная как часть продукции которая шла вот по этой статье западных стран но вот они покупали тут у нас открываются перспективы для наших сельскохозяйственных машиностроителей которые несколько лет уже к ряду получают дополнительную поддержку от государства есть вот эта программа кэшбэка такая вроде как поддержки нашего местного товаропроизводителя ты произвел комбайн я как фермер купил у тебя комбайн теперь я у тебя купил за ту цену которую ты мне дала 10-15 процентов компенсации от этой цены я получу потом из государственного бюджета как фермер это очень неплохая программа и большая часть фермеров как раз ей очень довольны но ей также довольны и производители машиностроительной продукции вот в данном случае есть выигрыш поэтому по большому счету говоря я бы сказал что в долгосрочной среднесрочной перспективе подобного рода ограничители они могут стимулировать такое более активное я даже не сказал бы развитие этого сектора но дает возможности этому сектору получить какие-то незначительные но все же временные преимущества для того чтобы пытаться активнее развивать свой сектор в котором они сейчас работают поэтому в краткосрочной перспективе да там могут быть проблемы связанные с перенастройкой с поиском новых контрагентов с поиском дополнительных каких-то возможностей как в страну так и из страны я имею ввиду с точки зрения товаров и услуг но по большому счету говоря я не думаю что это такая уж принципиальная проблема которая не решается я думаю что по беларуси это бьет достаточно сильно и гораздо более сильно чем кажется сейчас наверное в минске например вспомните преимущества которые они получили начиная с 14 года с конца 13 года например для своих авиаперевозчиков для развития своей собственной инфраструктуры в том числе и авиа инфраструктуры и тут это действительно более чем серьезный удар а учитывая что прошлый год для них был ну мягко говоря не очень-то хороший они показали падение пусть и не такое значительное как мы но они показали падение и это падение должно будет идти по нарастающей в этом году мы увидим на фоне вроде как растущей всей мировой экономики мы увидим скорее всего падение экономики беларуси и тут конечно точно уже не сферы экономического анализа сфера анализа политического как вот ухудшение политическое может вернее экономическое как оно может влиять на политические процесы внутри беларуси но точно то что я могу сказать это то что очень многие И аналитики, в том числе и международные аналитики, они сейчас стыдливо прячут глаза в пол. Но достаточно я просто сегодня просматривал доклады, которые такие были более чем радужные. 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, к слову сказать, тоже года, которые делал и Мировой банк, и Международный валютный фонд, и БРР, Европейский банк реконструкции и развития по Беларуси. Они были достаточно восторжены, с очень такими позитивными перспективами. Но и сейчас надо, получается, переосмыслить. То есть не все движется просто вот так вот, как ты видишь, с точки зрения экономики. На экономику, конечно, наслаивается огромное количество политических процессов, социальных процессов. Все это взаимосвязано между собой, но это все влияет одно на другое. И в итоге экономика может оказаться под ударом просто из-за одного неправильного и какого-то совершенно странного, если хочешь, тиранического действия. Не прочитанного действия. Да, да, не прочитанного действия. Смотри, я вот уточню несколько, сделаю таких уточнений, там, либо ремарок, которые, мне кажется, важны. То есть я думаю, что политика Украины относительно Беларуси в этом контексте, она должна быть вот сугубо прагматичной. Потому что мы понимаем, что никакую демократию мы там не построим, у нас не эти ресурсы. Наоборот, мы можем только подхватить те ресурсы, которые Европа и Штаты готовы выделять на построение демократии в Беларуси. А мы можем подхватить, развернув здесь, там, какие-то школы обучения активистов. Вот то, что Литва делала. Литва села на эти потоки, там, несколько десятков миллионов долларов в год просто через нее прокачивается. И, конечно же, это неплохо и для их экономики, и для их людей, потому что кто-то на этом зарабатывает, там, предоставляет аренду, коучем выступает, там, и так далее. То есть это первая составляющая. То есть демократию мы там точно не установим сейчас, но можем помочь, и при этом за чужие ресурсы. Тем более, что с Запада уже были такие сигналы, что Литве и Украине нужно, через Литву и Украину можно направить такие ресурсы. Но гораздо более для нас, мне кажется, это отрабатывать модель вообще защиты внутреннего рынка, потому что очевидно, что ты абсолютно прав, что много товаров идет через Беларусь в Россию. И, ну, в принципе, мы, если мы можем зарабатывать вот таким образом, там, и вытягивать из российского рынка какие-то деньги, это миллиарды долларов, то, ну, в принципе, это было бы неплохо. И главное дать возможность, чтобы эти товары там как-то проходили через Беларусь, раз они шли там. Хотя Беларусь сейчас ввела там сразу на десятки единиц номенклатуры, ввела какие-то дополнительные, специальный режим особый там, да. Но мне кажется, что особенно важно нам сейчас будет защитить наш рынок от нефтепродуктов, потому что как раз у меня в Фейсбуке развернулась такая большая полемика. И мне ребята наши накидали интересный факт. Оказывается, на Кременчузском нефтеперерабатывающем провезли модернизацию завода, которая позволит, например, около 300 или 350 тысяч тонн высокооктановых бензинов производить в Украине. То есть это на самом деле, ну, такой достаточно большой шмат нашего рынка, на котором государство в том числе и зарабатывает, получая налоги через топливные акцизы, вот эти вот все. То есть на самом деле, освобождаясь от зависимости от Беларуси, которая очень тесно связана с россиянами, мы тем самым получаем шанс для перестройки своего собственного внутреннего рынка, потому что мы потеряли нефтепереработку фактически. И, ну, понятно, что маржу зарабатывала та же самая Беларусь или Россия там или Литва, только не мы там, да. Поэтому это возможность перестроить рынок, тем более, что сюда хочет зайти Азербайджан. Точнее говоря, он здесь уже присутствует, он передоговорился с Роснефтью, вот этот нефтяной бизнес Медведчука перекупил, и поэтому это тоже такой шанс крепче привязаться с Азербайджаном, тем более, что у нас есть с ним особые отношения как бы в рамках Гуама там и, ну, вообще, как бы Украина по причерноморскому региону, она вот активно с ним взаимодействует. Поэтому это вот шанс выстроить особые отношения с Азербайджаном, запустить модернизацию нефтепереработки, потому что тогда у азербайджанцев появляются долгосрочные интересы здесь присутствовать, и они будут вкладываться. И можно было бы подтащить тех же самых американцев для того, чтобы пустить в нашу переработку какую-то одну транснациональную корпорацию, может быть, связки с азербайджанцами, которые активно с ними работают, или из Казахстана там подтянуть, да, в перспективе. И тогда у нас будет другая картинка. Мы отвяжемся от этой зависимости от российского сырья и от белорусских нефтепродуктов и получаем, как бы, ну, свой защищенный рынок переработки, который, и это чрезвычайно выгодно. Вот согласись, мне кажется, это очень важно. То же самое вот и с машиностроением, о котором ты сказал, потому что, кстати, на Беларусь или через неё наше машиностроение, вот это вот аграрное, о котором ты говоришь, там селки всякие, вот это вот всё, оно действительно шло. И белорусы уже внесли их в список. Поэтому Украине, по большому счёту, нужно сейчас вот гибко ввести такую политику, прикрывать то, что можно развивать у нас сейчас активно, договариваться по поводу того, чего у нас сейчас нет, пуская белорусскую продукцию на походу, как бы там, чтобы белорусы давали коридор, там, либо сами покупали, либо давали коридор на Россию, и тем самым мы могли зарабатывать. И тогда, в общем-то, это будет, с одной стороны, мы будем соблюдать какой-то паритет, с другой стороны, мы будем зарабатывать и защищать наш собственный рынок, на котором белорусы очень активно работали, потому что они одно время там чуть нашу цементную промышленность не торпедировали, там, потому что активно двигалось всё к поглощению, там, пара заводов больших. Но в последний момент там как-то удалось нашим договориться, и их выкинули. Поэтому, мне кажется, это вот как раз пример. Белоруссия, это может быть полигон, на котором мы отработываем систему защиты протекционистского собственного рынка, в условиях, когда все вот воюют друг с другом, и, ну, в общем-то, нужно переходить к более жёсткой политике, чем это было там, когда были иллюзии по поводу того, что, вступив в ВТО, мы сейчас вот там розовых слонов получим, а пока что получаем пощёчины. Вот так вот, мне кажется. Ну, я соглашусь со многим из того, что ты сказал. Я бы добавил туда ещё, например, всё, что касается продукции химической промышленности. Опять-таки, традиционно до 2014 года мы активно закупали те же удобрения из Российской Федерации. А потом ты можешь увидеть по статистике, как резко начал расти к нам импорт этих химических удобрений, например, с территории Беларуси. Он-то из других стран, в том числе, к слову сказать, и из Европейского Союза, которые на словах вроде бы как и занимались абсолютно полностью нашей поддержкой. Но бизнес этих стран, например, более чем активно покупал сырьё в России, перепаковывал его в свои мешки и потом завозил к нам, но уже под видом своей продукции. Точно так же делала и Беларусь. И поэтому здесь у нас тоже есть возможности. Но, по большому счёту говоря, основной вывод, который я бы сделал из этой части, о которой мы с тобой говорим, что прагматизм, он абсолютно полностью должен превалировать. И он будет превалировать. И он уже превалирует в принятии любых решений, которые принимаются на государственном уровне или должны приниматься на государственном уровне. Смотри, для меня тоже показательно, например, задачи, которые ставит президент перед министром иностранных дел, а министр иностранных дел перед всеми нашими представительствами дипломатическими по миру, где он говорит более чем чётко, что инвестиционная составляющая, экономическая составляющая – одна из самых важных работ, которые есть у вас. Ваш KPI – это в том числе и наши экономические взаимоотношения со страной пребывания, в которой вы находитесь. И это не просто, что мы должны нарастить импорт из этой страны, это вопрос как раз наращивания нашего экспорта, открытия новых возможностей на вот этих новых рынках для наших экспортеров и попытаться затащить прямые иностранные инвестиции к нам в страну, что в общем характеризует такой вот глобальный прагматизм. Я, к слову сказать, уже и не модно, наверное, но я вспомнил бы Трампа, его выступление в Давосе, в первый год, по-моему, после его инаугурации, когда он, выступая на давосской сцене, говорит, что ну любой, кто хотел бы проинвестировать миллиард долларов, милости просим к нам в страну, в Соединённые Штаты Америки, потом задумывается и говорит, ну даже если вы хотите проинвестировать миллионы, миллионы, миллион, то тоже, пожалуйста, и потом через паузу он говорит, ну даже если вы хотите проинвестировать один доллар, one buck, please welcome to our economy. То есть вот подобного рода заявления, они как раз и отражают вот текущую действительность. Тем более, что идут вот эти глобальные подвижки геоэкономические, когда у тебя шторм идёт вокруг тебя, вокруг твоего собственного острова, и ты думаешь, что тебя не зальёт водой вот в этом бушующем шторме, оно, конечно, неправильно. Значит, ты должен пытаться выстроить вот эти ограничители, волнорезы, если хочешь. И вот эти волнорезы в данном случае это прагматичная или абсолютно даже, я бы сказал, прагматичная экономическая политика, в том числе торговая политика. Туда же, к слову сказать, вкладывается абсолютно чётко. Ведь это же не одна подвижка, которая у нас идёт. Вторая подвижка, которая более чем активно начинается, это начало переговорного процесса по нашей зоне свободного, по зоне свободной торговли, да, по пересмотру с Европейским Союзом. Ну, шутка ли, например, когда наши производители мёда исчерпывают свою квоту по мёду там на протяжении буквально нескольких первых недель года, и потом всё, и этот мёд дальше туда не поступает. И так по очень многим позициям. То есть это тоже неправильно. И неправильно, когда у нас нет возможности, или когда мы чувствуем себя, с одной стороны, мы понимаем, что что-то позволено более крупным игрокам гораздо больше, чем нам, но вместе с тем не пытаться встроиться вот в этот общий такой вот мейнстрим, который есть, ну, было бы неправильно, точно неправильно. Поэтому надо пытаться. Смотри, вот такие ещё вопросы. Как ты вообще смотришь сейчас на макроэкономическую ситуацию в мире, какие риски она несёт для нас? Потому что мы видим вот на протяжении последних месяцев, что пошла-таки глобальная инфляция. Вот мы с российским экономистом Димой Некрасовым делали эфир, и он тогда сказал, что это было зимой, он сказал такую вещь очень интересную, что вот не наблюдается феномен вот этой глобальной инфляции, потому что вот эти огромные массивы капитала, которые заливались там через эти количественные смягчения, они уходили там либо в акции, как вот Тесла там, акции Тесла там просто сумасшедшим образом дорожали там или росли, или же в криптовалюту мы видели феномен биткоина и остальных валют. Это тоже как бы связано с тем, что часть этого вот, эта ликвидность, она абсорбировалась. И вот возникло такое ощущение у многих, что всё, можно печатать сколько угодно денег, вот эта вот виртуальная экономика, как бы она будет всё это всасывать, всасывать до бесконечности. И вот сейчас мы видим обратную ситуацию, что видно, что пошла инфляция на 50%, там увеличились цены на дерево, на металл, там и больше даже по некоторым позициям. На руду мы видели взлёт просто сумасшедший, там 190% или сколько там, с 30 до 213 долларов пошёл рост. То есть, по всем, это, с одной стороны, для Украины это хорошо, и понятно, что сырьевики украинские, они сейчас будут наживаться, но с другой стороны, это может быть непродолжительный взлёт, потому что, допустим, Китай уже заявил о том, что приостановит там покупку больших объёмов металла, потому что, ну, по каким-то своим внутренним причинам. Вот какие ты риски видишь вот сегодня для украинской экономики в контексте вот больших процессов в мировой экономике, вызванных там коронакризисом, ну, и вообще, как бы, логикой её развития? Ну, я бы вот что сказал. Я бы сказал, что я соглашусь, прежде всего, с этим тезисом по поводу того, что мировая экономика действительно входит в такую череду, если хочешь, годов инфляционных, и накачка экономики деньгами, то, что сделала Соединённые Штаты Америки и активно делает Европейский Союз, оно не может пройти бесследно. К слову сказать, для Штатов это уже не первый раз вот такого активного количественного смягчения, и можно вспомнить и события, там, когда они делали вообще контент, это эти вызванные, вот это количественное ослабление один, потом два, потом ещё, 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 но, в принципе, я вспоминаю тот же 82-й год выступления Рейгана, республиканец, первое его выступление в Сенате, где он делает то, что они называют State of the Union, да, состояние Союза, и где он рассказывает по поводу состояния американской экономики, называя её высокоинфляционной экономикой, инфляция, он говорит, находится в пределах около 10%, и даже пересекает периодически эту отметку, и это ненормально, потому что дефицит государственного бюджета раздут, и он, в общем, продолжает эти мысли, продолжают эти мысли дальше его уже последователи, те президенты, которые приходили уже после него в Белый дом, и, в конце концов, выступление, которое было сделано уже текущим президентом Байденом, где он тоже говорит по поводу экономических сложностей, но продолжает объявлять о дополнительных в этих программах поддержки для населения. Я не говорю, правильно это или неправильно, с точки зрения социальной и политической. Я понимаю, что люди хотят жить прямо здесь и сейчас, и жить, насколько это возможно, лучше, чем они живут прямо сейчас, им для этого нужны деньги. Но одно дело, когда рост денежной массы подкреплён ростом производительности, труда, соответственно, ростом экономики, и другое дело, когда ты накачиваешь просто эту денежную массу, раздувая и дефицит государственного бюджета, и печатая, в общем-то, неподкреплённые деньги. И абсолютно очевидно, что до тех пор, когда, например, ты крупный игрок, как, например, Соединённые Штаты или Европейский Союз, или Япония, ты можешь отсорбировать эти деньги любым способом, через свои ценные бумаги, ты можешь отсорбировать эти деньги, например, через фондовый рынок, о котором ты совершенно справедливо сказал, но это не проходит бесследно. Это не проходит бесследно, потому что, действительно, мы будем видеть такое вот глобальное увеличение цен. Мы просто сейчас его видим с тобой, прежде всего, по товарным рынкам, по комодитису. И это вроде как и неплохо для нас. Неплохо для нас с той точки зрения, что мы видим, что вот пошло в рост металлы, пошло в рост сельскохозяйственная продукция, там другие есть ещё причины, но вот они пошли в рост. Но просто всегда такого рода рост инфляционный, он может легко схлопнуться в какой-то момент времени. Более того, я вижу такие серьёзные чёрные лебеди, которые связаны с тем, просто у всех в памяти 2008-2009 года, 2008-й, этот серьёзный глобальный кризис, когда всё хорошо, всё на подъёме, а потом Лемон Бразерс, и всё автоматически начинает схлопываться сразу по всему миру. И вот если подобного рода схлопывание происходит, а оно происходит, как правило, неожидаемо в самый неподходящий момент времени, когда все ожидали, что всё будет на подъёме, оно схлопывается. Оно начинает откатывать всю мировую экономику назад, и, соответственно, бьёт сразу по всем. Но просто, когда идёт схлопывание мировой экономики, оно бьёт, прежде всего, более сильно, хлопок, величина хлопка более сильная, по тем странам, которые занимаются производством сырья и продажей сырья. Например, в нашем случае это серьёзный риск для нас, опять-таки, выступая на мировом рынке и имея около 40% нашего ВВП, получаемое из экспорта. Это означает, что схлопывание на мировой экономике на 10% приведёт автоматически к схлопыванию нашего экспорта на 4%. И это означает, что мы глобально можем пострадать. Вернее, нашего ВВП на 4%. Это означает, что мы глобально можем очень сильно пострадать. И ситуация 2008-2009 годов, когда у нас началось колоссальное падение, к слову сказать, те, кто был при власти, например, в 2008-2009 году, любят сейчас или дают какие-то экономические советы. Я не говорю, что это не надо делать, их надо давать советы и надо думать и о тех ошибках, которые тогда сделали. Но в 2009 году наша экономика схлопнулась на 15,7%. Уже нас на территории Европы чувствовала себя только Латвия. Все остальные были более-менее в таком удовлетворительном состоянии. Поэтому величина хлопка прежде всего идёт по сырьевым экономикам. К слову сказать, пострадают и те, кто очень сильно зависит от энергии, от производства энергии, энергоориентированные страны, например, как Российская Федерация. И я тоже думаю, например, про те страны, которые находятся на Ближнем Востоке, которые очень сильно зависят от нефти и газа, у которых вся модель выстроена практически на нефти и газе. Поэтому схлопывание, например, на мировых рынках может серьёзно рушить и их экономики, а на фоне, опять-таки, это же не просто экономика, это уже тогда геополитика, это напряжение, которое есть. Нам надо вспоминать дополнительно ИГИЛ, проблемы, которые были, которые продолжают существовать, но вроде не в такой острой фазе, но они продолжают существовать. А ведь это тоже подпитывается в том числе и экономической проблематикой. То есть экономика будет более чем сильно влиять на подобного рода глобальные и политические процессы. Но это первая возможность, которая есть, о которой ты сказал, действительно инфляция и схлопывание инфляционное. Следующее, то, что может быть, это такие частично неконтролируемые или, лучше даже сказать, неожидаемые процессы, которые могут проходить. Например, обвалы фондовых рынков. Уже столько раз проходило человечество через эти мыльные пузыри, начиная с тюльпанового бизнеса, там, я уже не помню, в каком это веке было. В Нидерландах, в середине 17 века. В Нидерландах, да. Да, вот в середине 17 века от первого такого зафиксированного глобального схлопывания, которое происходило, до ткомы, которые тоже, схлопывание, которое было. Это означает, для нас это означает и серьезные проблемы, но также подобного рода схлопывания могут означать для нас и возможные новые преимущества, что я точно имею в виду. Например, 2020 год, прошлый год, он был плохой для всех, для Украины в частности, был отток капиталов со всех рынков, прямые инвесторы вообще не шли никуда, а в группу стран, которые относятся к группе развивающихся экономик, в принципе, не шли, потому что боялись, кроме всего прочего, и глобальной экономики, и того, что происходит на этих рынках, и считали, что они наиболее подвержены рискам. Но, как правило, при подобного рода схлопываниях, например, фондовых рынках, они будут пытаться искать для себя какие-то уже не тихие гавани, а они будут пытаться искать для себя новые возможности. И одной из этих новых возможностей будут эти новые страны. Страны, которые могут показывать в длительной перспективе неплохой, высокий, даже, я бы сказал, экономический рост. Достаточно вспомнить Китай, сколько он отсорбировал на себя прямых иностранных инвестиций, и Китай, который на протяжении 40 лет, 40 лет показывал рост от 6% в год. Представляешь, 40 лет ты растешь от 6% в год. Мы тут за 30 лет все еще находимся на уровне ниже 1991 года, а те 40 лет растут не ниже, чем 6% в год. К слову сказать, вот если даже посмотришь этот провальный 2020 год, то три экономики показало рост. И первая из них это была Китай. И по большому счету, говоря, почему мировая экономика свалилась на 4,5%, это как раз или там около 4,5%, во многом благодаря тому, что Китай поднял мировую экономику. И вот эта средняя статистика, которую мы видим, это как раз благодаря тому, что вот Китай был жив и смог выжить из своей экономики вот тот экономический рост, который мы получили. А две другие, просто на всякий случай, это Турция и Египет, которые показали в прошлом году рост. Но в любом случае это может означать вот подобного рода проблемы, да такой черный лебедь, он может быть сыграть и неплохую роль для развивающейся рынка, для такой страны, как Украина, и может дать возможность притянуть на себя инвестиции. Вот этот белорусский расклад, о котором ты говоришь, расклад связанный с тем, что у нас, и просто, по-моему, где-то это года три назад мы с тобой обсуждали, не помню в каком контексте, Булгаков, Белая гвардия, когда действия происходят в Киеве, где он там пишет, что в городе, это, кстати, сказать актуально с точки зрения того, что вот же недавно был юбилей Булгаков. Зимой 19-го года, 18-го, это было в январе 19-го года, мы с тобой обсуждали. Да, 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 вот. И вот когда он пишет, точно, точно, вот, правильно, совершенно верно, и он как раз, потому что мы проводили эту параллель, что сидят в городе масса населения, которое приехало в то время уже захваченной большевиками России, они сидят в Киеве, здесь развивается бизнес, они сидят в ресторанах, думают по поводу своего будущего, и это все действие происходит до февраля 19-го года, вот до того момента, когда здесь все тоже повторяется, то, что уже произошло. До декабря, до декабря, до декабря, Петлюра зашел 14-го декабря, когда Скорпатского не выгнали, 100-тысячная армия Петлюра зашла в Киев, и вот, и начались новые. Да, все, и, да, да, но я вот почему, я к тому, что есть какой-то момент времени, когда ты можешь, например, не только айтишников дать возможность для них легко получить наше гражданство, или дать возможность для них легко вести свой бизнес здесь, в Украине, и пребывать здесь, создать им комфортные условия, но ты можешь и других высококвалифицированных специалистов попытаться привлечь к нам, и это тоже достаточно неплохие возможности открываются, потому что все-таки не стоит забывать, что человеческий персонал это важная составляющая, если мы говорим, в том числе и по поводу экономического роста, я уже не говорю по поводу того, что можно решать целый ряд других вопросов, например, сразу же мне приходят в голову вопросы, связанные, например, с нашей пенсионной системой, которая так сильно пострадала во многом из-за того, что у нас была с нашей территории трудовая миграция, когда в 2014-2017 годах порядка 5 миллионов наших украинцев выехало за пределы нашей страны, то есть тут тоже есть возможности, но в целом, то, что я вижу в краткосрочной перспективе, например, до конца этого года, я не вижу каких-то таких серьезных проблем для мировой экономики, но я вижу, что они будут нарастать по мере того, какие мы будем видеть геополитические подвижки, а мы, скорее всего, будем их видеть, будет зависеть от того, какие мы будем видеть геополитические подвижки, например, взаимоотношения Китая, Соединенные Штаты Америки, ведь там же далеко до разрешения проблемы, которые есть. Мы все равно будем видеть проблему, связанную с западным миром и Российской Федерацией, мы будем видеть проблемы геополитического характера, связанные с Ближним Востоком, мы будем видеть проблемы африканские, и, к слову сказать, с одной стороны, вроде бы, как есть, мы видим такие два противоположных движения, с одной стороны, пытаются решить эти проблемы, с другой стороны, сами влияют на возникновение этих проблем. То, о чем мы с тобой говорили, например, это сегодняшние заявления со стороны Германии по поводу признания геноцида в Намибии, и так вот 1,3 миллиарда долларов готовы отдать за то, что было уничтожено 75 тысяч населения во время этого геноцида в Намибии. А мы можем пересчитывать, как это, это, конечно, кощунственно звучит, но мы, что, можем пересчитать на погибших у нас во время Второй мировой войны 8 миллионов украинцев, и что, делать такую же пропорцию, и что, выставить счет на 120 миллиардов долларов, или что сделают россияне, или что сделают белорусы, и создается прецедент, как будут действовать все остальные, то, о чем ты говоришь. То есть, вот подобного рода вроде бы просто обычное, не обычное, но политическое заявление или политическое решение, как сильно оно может расшатывать экономическую ситуацию. Поэтому, в моем понимании, крупные игроки, которых мы сейчас видим, крупные и большие игроки, они фактически это те, кто должен между собой найти компромисс. Но это не значит, что нет роли для более мелких игроков, таких, как мы сами, как наша страна. У нас есть роль. И наша роль, она может быть более сложная, и может быть более сложной траекторией движения, но эта траектория, она точно есть, и она обозначена, и эта траектория, как раз, которая должна помочь в поиску такого глобального компромисса. И с этой точки зрения, я думаю, что если есть осознание этого, то, в общем, должна быть дополнительная, как бы более мягко сказать, экономическая сговорчивость по целому ряду вопросов, например, по обсуждению того же соглашения о зоне свободной торговли, вот тех проблем, которые там есть, которые необходимо пересмотреть по целому ряду позиций. то есть я бы ожидал, что следующий год, невзирая на то, будет, не будет коронавирус, насколько быстро он будет побежден, все-таки это год, который может быть уже может сопровождаться взлетом, если хочешь, вот этих черных любедей, при том по всем фронтам или по всем этим геополитическим центрам или точкам напряжения лучше, наверное, геополитическим, которые есть, которые могут более чем негативно повлиять на весь ход мировой экономики. Хорошо, я думаю, мы с тобой на этом закончим, мы в следующий раз более подробно поговорим по Украине, там, да, вот именно по, как ты видишь, вот стратегически нужно развивать экономику в этом контексте Украины и, скажем так, более детально опустимся на наш внутриэкономический контекст. А так, тебе спасибо большое за беседу и традиционно за масштабность взглядов. Спасибо за субтитры DimaTorzok